всем привет с прошедшим вас праздником праздниками у нас дебют у нас транзит с небольшим боковым ударом газон въехал вот такую беду сделал газон хорошо хоть там легонько легонько въехал повреждения дверь 100 раз сделанная сторож поклеванная под замену дверь под замену задняя дверь она тоже вам вся побитая все шпаклеванная под замену средняя стойка тоже здесь уже получала поклеванная под замену крыло помятое разорванная шпаклеванная под замену в общем дверь одна замена замена стойку вырежем замена крыло замена частичная замена порог в принципе целый порог не пострадал гнили нет была гнилая не взял бы понятно но блин здесь есть одно вот место гниловатая на порожке но у нас есть плюс с этим местом или нет еще не знаю так смотрим запчасти двери они открываются вторые ни черта не открываются сейчас будем как-то их резать эти тоже что ли не открываются нет эти вроде оттуда серединке должны открыться выглядит машинка запчастям дверь передняя белая наверно даже краситься не будет это так знаете полу рабочий автомобиль будут красить не будут не знаю я думаю нет дверь похоже вроде то да там 240 а тут что-то т-385 это о 85 85 вон ведь написано подошло за 4 то задняя дверь служба доставки стекло разбила потому что наверно не упакованная была поэтому человек попал еще и на стекло хотя покупал как нормальную дверь это надо аккуратненько как-то или срезать или пропылесосить средняя стойка отрезанная это что такое 0 неважно отрезанная хорошо внутри ок вот стыкуются с крыши но я думаю мы не будем менять внутряком хотя я не знаю если там она если его если там сможем отсверлить если там не варили то в принципе поменяем наверное только наружку весь внутряк оставим родной хотя если меня даже внутряк то здесь в принципе 1 2 3 4 точки тут еще какой-то усилитель идет это плохо он короткий это хорошо ну в общем если даже и все менять будем то вверх состыковать не проблема тайнис я думаю состыковать не проблема но я думаю мы не будем ее менять я еще не знаю надо разобрать посмотреть вареная там шпаклеваная фиг его знает если что оставляем родное меняем только накладку и кожа кожа рожа все дела и так же вот такую часть привезли сейчас посмотрим нормально отрезали у крови вроде не гнилое на этой части только единственно что порог здесь гниловат кантик я смотрю вот должен быть 90 градусов короче к порогу здесь развернулся если что это металл не будем трогать отсверлим тут отрихтуем чтобы не лезть в дебри и будет дырка да значит придется делать еще одну накладку лачку ничего страшного сделаем вот такой кусок есть как менять будем как менять будем немножко почистим расчистим посмотрим что здесь потому что спутером можно было пивать отравнять но не хочется все ровнять как поменяем а вот отрихтуем так вот кончик идет вот он да у нас идет у беленькие беленькая раз отлично так и поменяем в общем фронт работы ясен сейчас надо снять одну дверь и надо как-то открыть эту дверь там салон не помню там салон собран да там тоже кресло есть я просто на нем не сидел еще не знаю лебедкой затаскивали потому что блин машина широкая водитель попытался что-то въехать я говорю не давайте я лучше его лебедкой затащу вот колесико свисает на половинку чуть меньше там на половинку на половинку то есть очень широкий автомобиль для этого стапеля лебедка ролик затащили не проблема 400 килограмм хватает затащить наверх на бугор там же еще у меня спуск идет в общем хватает разбираем дня 5-4 назад приезжал такой же самый только очень ударенная средняя стойка порог то есть низ средней стойки ушел на сантиметров 20 наверное сапожок целый весь порог ушел ушел и у короче очень небольшой удар ну там такой гнилой поэтому я его и отказал я это отказался от него хотел уже у него высота два с половиной а мы хитрые у нас ворота женькой уже не держит вас половиной плюс перемычка полметра то есть три метра если открыть перемык но мы в свое время что бусы не делать мы взяли это перемычку запенили чтобы не открывалась и козырек на гаражом построили то есть такие заходят такие транзиты заходят вы видели я показывал работы а те которые уже идут идет еще там 20-30 сантиметровая крыша уже не заходит ну открыл дверь 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 открывается нормально порог целый и все целое предлагаю соедините аккумулятор давайте стойку посмотрим надо оценить аккумулятор найти штекер есть он здесь нету никогда не делал такую машину поэтому мне трудно что сказать но вдруг женька их уже десятка полтора переделал поэтому будут проблему будем к нему звонить а у нас вот коды инфекционный а ей так ну стойка помята блин еще сиденья тут возможно мешать будет возьму все равно надо вытянуть потому что не вижу там сломала или не сломала как будто как будто днище немножко села трудно что сказать это она тоже снимем домкрат здесь это все с ними и дверь надо открыть час блин с геймором столкнулся снял карту кстати штекер нашел видно немножко поженного металла это усаживали полуавтомата мое предположение полуавтомат дает такие такую усадку с другой стороны и где-то вот я смотрел видно вот раками раковинки и полуавтомат пофиг на полуавтомат а проблема знаете хотел дверь снять а тут это приваренных петли у нас короче получается чтобы снять поменять дверь с петлями надо крыло снимать что-то мне не хочется открыл снимать поэтому пойдем пока по хитрому способу по другому у нее что петли вот приваренные к кузову видно да наверно я предлагаю штифты снять выбить если получится ну просто не чуть не хочется снимать крыло это не входило в мои планы штифты выбить вот я смотрю выбивали не добили или он от времени вылез данная так и будет сейчас конечно немного трудно будет потому что она будет держать дверь и выбивать и доставать его оттуда вытягивать но я думаю мы справимся конечно же я вам этого не всегда все не покажу как будет тяжело делаться но снимать крыло вообще желания нет хотя там его и снимать принципе недолго пока попробуем так потом посмотрим на покупной двери сверху штифтов стоят стопорные кольца а на автомобиле нет и получается что нижний штифт он сверху садится а верхний наоборот снизу забивается как у некси у кадета легонько взял молотка молоточком стукнул он и и вышел то есть вообще удивляюсь как он здесь держался стопорного нет ни одного ни второго тут машину делал то собирал стопорный забыл поставить если нижняя не выпадет а верхняя легко могло этот штифлик легко мог выпасть ну я выбил уже это уже болтается от еще нет час коленочки как всегда подопрем и если снимем подножку хочу снять вот снимали не понимаю там или чего-то не хватает или что-то там неправильно потому что вот и ну здесь тайна клипс или 2 я не пойму на чем она держится и мне кажется там все печально сейчас будет сейчас будет там все печально может вообще не снимать снимаешься ну смотрим ну да я говорил тут чего-то не хватает а тут тут не хватает куска днища это мы не трогаем дело то что он там тоже немножко он с другой стороны гнилой там есть на нем гнилые места гниль мы не трогаем здесь сделать нам надо сделать только удар устранить так тебе надо взять брать пылесос и это все а давайте посмотрим что у нас там с этим с точками вот идут идут и беда идут идут а вот дальше не идут и не идут они буквально нету . вот одна что проявилась потом нету нету и опять есть и опять есть есть то есть вот здесь вступала рука . сварочка попробуем эту открыть многие могут спросить что сделать с табличками ничего не буду делать вот так вот стойку вырежу а там человеку и все они на работу автомобиля ну никаким образом не влияют захочет аккуратно переклеить не захочет ну это его дела задняя дверь ну никак не открывается я залез салон там тыкал куда только мог не знаю что-то с замком его или сильно прижало что в нем сломалась поэтому он на стуле лежит болгарка будем вырезать не открывается ничего не куда даже это ручной фиксатор замка или как там центральный замок или в общем не помогает не работает что куда что как делать не знаю вот он выдвинутый как бы пытка имеют на двери поднятая вот так вот она вот поднятая полудите вещей я должен взять за ручку там он тяжко поднимается и открыть она ни черта электро не сработает потому что вот его питающая пара которая там все нарушено и куда что тут взять аккумулятор попробовать потыкать в него а вдруг вдруг спалим а жалко конечно жалко каких вот три а здесь черный плюс минус управление что ли не знаю я понял как видео сегодняшнее назовем повреждение разборка и открытие двери потому что это будет еще долго я здесь уже вот тестером нашел куда тут надо тыкать зарядное устройство подсоединяю не работает вдруг плюс-минус поменял не работает не открывается как будто ли в нем середине что-то поломалась или вот здесь сильно как-то клемманул сам язычок в общем центральный замок да он работает или сервопривод этот в одну сторону до конца не открывается в другую не открывается мучаюсь дальше я другого выхода не нашел как сам замок распили полностью заклепочку спилим посмотрим она что-то держит может раскроется открыл не знаю что здесь было куда-то там поковырял и открыл вот этот сервопривод когда 12 вольт подсоединял до черного вот черный и красный если полярность так ставишь например на открывает так закрывает общем-то но ничего не работало поэтому принято решение ломать или здесь потому что чего-то не хватает здесь не хватает изнутри ручка идет которая блокирует вот это положение хотя я вот этот делаю вот она делает ну ладно это не важно у нас просто другой замок есть у нас есть дверь у нас сборе полностью совсем с обшивкой замком поэтому этот это дверь на мусорку с этим замком на мусорку с ручками поломанными с тросиками это все не надо заработала кстати что снимаем дверь снял дверь или на чем я там не помню закончил снимать что видим начнем заднего крыла трудно сказать ушло туда завалилась не завалилась мне кажется мне кажется внутряк не пошел а на этом изгибе немножко туда зашла если что потом свежим зажим возьмем подтянем сразу скажу машину на стапеле крепить не будем и рулеткой пользоваться не будем вообще не будем ни разу обещают и нивелиром тем более пользоваться не будем чисто все работаем по зазорам без размеров хотя не проблема померить что вообще без рулеток без зазоров ой по зазорам работаем немножко перекосило обрежем подтянем там все подтянем что заменим крыло оставляем на самый конец когда будет заменена стойка то есть займемся стойкой подгонка этой двери чтобы зазорчик хороший был подгонка этой двери чтобы зазорчик хороший был там и там а вот здесь уже он будет плохой будут затянуть поэтому будем там дорабатывать отдельно я понравилось как человек сиденья закрепил или кто-то человеку закрепил то есть только на чудо дсп фанера не вижу фанера по моему да фанера на фанеру просто прикрутили и она у него так болталась все время снимать не буду как бы она мне не мешает эти денька снял двойное теперь гости пусть приходят садятся фильм смотрят там реальные пацаны кто-то спрашивал что у тебя там все время на мониторе реальные пацаны решил все серии пересмотреть уже четвертый сезон пересматриваю далее стойка у нас ушла туда и назад она выгнулась вот так есть маленькая вот складочка вот складочка есть прогнутость есть вогнутость хотел опять же трудно мне что-то про эту вогнутость сказать здесь судя по всему этого от еще от предыдущего удара осталось видим сварочные работы производились стойку резали здесь сварочные работы производились не вижу тоже варили тоже варили вот швы сейчас подсветочка включится включись пожалуйста а в середине стойка немножко такая страшная он какая все страшная видно куча сварки видно полностью идет не полностью сантиметров 40 аж до угла идет сварочный шов внутри от этого момента до этого момента до сантиметров 40 то ли зазор наращивали то ли зачем-то резали может отрезали монтажками отковыряли там подрихтовали до заварили так настолько однозначно меняем если это был первый удар она была в родной краске не тронутая в принципе ничто не мешало ее остановить поставить уголок откуда-то упереть гидравлику через уголок и давить стучать она вышла аж бегом и это даже все будет шла потом бы спутером доработать и готова но так как она уже получала на ней куча всего куча сварки никто ее делать не будет здесь все класс 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 вот еще нормальненько нормальненько в этом месте уже туда начала она заваливаться у меня звонит телефон максимка по вайберу звонит да макс максимка с америки и звонил полялякали с ним как не было связи в америке таки нет значит что я тут говорил не помню все варила все тут это плохое как будем менять поменяем да можно и поменять чтоб не отсверливать можно не менять можно подтащить его джон на стык идет то есть вот этот металл вот он заканчивается да да стоечку ниже поменять вот я смотрю она вот идет видно как вот эта плоскость не в этой плоскости лежит и должна лежать ровненько как бы не хотелось туда сильно лезть да да вот так можно было бы поменять вот можно было молдинг бы снять аккуратненько и под молдингом ударить шовчик малярам бы проще было раз два это все вытянуть отсверлить а тут точек нет вот западло отсверлить раз два три 4 5 6 и все снимется раз два три 4 5 один рез и это все тоже снимется и как раз когда она будет заводиться там хорошо заведется и здесь она просто хорошо заведется знаете как она бывает берешь там стойку подгоняешь а потом как-то там подгоняешь чтобы как-то вот так на карточек а потом бук или как-то там бук а потом вверх а потом бук а здесь она вот так будет заводиться раз и все готово на зажимы и вари единственное место что у нас как бы вот здесь до маловато здесь маловато перекрытием как бы никакого не будет а хотелось хорошо а если мы за если мы наружку обрежем ниже а внутри будет выше это на что нам даст это будет плохо потому что вот как раз как я и говорю тогда получится тогда мы ее не заведем просто-напросто мы тогда ее не заведем потому что чтобы завести надо будет ее поставить на свое место а там уже упор поднять тогда заведется а если даже под наклончиком немножко отвести низ и под наклоном бок то у нас будет сильно упираться вообще не вариант короче не катит такой вариант как будем вытягивать стойку ну смотрите у нас стойка смещена назад и туда если сейчас ее вот здесь вот так отрезать то в принципе руками я думаю аж бегом можно будет наружу выдать она вообще там не держится как раз вот видите герметик разошелся немножко здесь тоже должно подойти и также руками или вперед вытянуть классный вариант если отрезать вверху тогда мы сможем в принципе руками вытянуть низ поэтому я предлагаю все сходу брать посередине делать рез и руками уже сверлить болгарка стремно резать может поджать поэтому сабельную пилу здесь ничего нету сабельную пилу и вот окошечко рез рез а наклейка наклейку надо обойти я вот так сабельная пила 1 2 3 хорошие вот так Закончен этап вытяжки. Так, забыл простучать. Разровнялась немножко сладочка. Здесь, в принципе, поднялась. Часть подняла. Ну, начала вот так делать. Подняла. Здесь все хорошо. Уже это нужно не менять. Здесь все классненько. Здесь мы немножко перетянули сейчас в стойку. Ну, потом, когда отсверлим, это все можно будет аккуратненько забить, и все класс будет. В общем, здесь тоже все вытянуто. Если раньше кантик был где-то вот на сантиметра два в клубе, то теперь вот эта плоскость, она идет параллельно к конту порогу. Все правильно. Оторвалась чужая сварка. Вот эта точка вообще не была приварена, кстати. Что, можно брать дальше, резать? О, у нас немного... Вот эта часть примерно уже параллельно. Еще немного, немного, не параллельно. Кстати, надо пойти посадить на другую сторону. На целой стороне. Ну, в принципе, параллельно. Вот эта часть, вот пузико, параллельно порогу. А вот эта уже чуть-чуть не параллельно идет. Чуть-чуть не параллельно, все равно пузико. Ладно, это мы сможем потом доработать, аж бегом. Накинул стойку. Ой, две, стойку. Накинул дверь перед тем, как стойку чухрыжить. Чуть этот зазор посмотреть. Может, надо или поставить стяжечку, подтянуть ее туда, или поставить гидравлику и толкануть ее туда. Ну, как ни крути. То есть, все равно, думаю, что, возможно, вперед надо подать. Поставил дверь. Штифты забил. Блин, надо хотя бы стопорная накинуть. Одно. Хотя, вроде, нормально там стоит. Боюсь, что может упасть. Что мы видим? Мы видим большой зазор. Очень большой. Дверь в крышу почти уперлась. Вот, если есть зазор, то буквально пару миллиметров должен быть больше. Нету зазора. Большой зазор. Ну, и дверь, соответственно, выше. Хотя, вот это вот выше-ниже можно сильно не смотреть. Оно все равно все шпаклеванное. Ну, хоть примерно. А, ну и по порогу здесь юг. А здесь большой. Клин идет. То есть, нам надо дверь опустить. Нам надо или нижнюю петлю вперед, или верхнюю петлю назад. Если мы подадим... В общем, куда-то какую-то надо. Снял зеркало. Появился доступ к верхней петле полностью. И частично к нижней. Ну, нижнюю, в принципе, если вот так открутить, то головку, карданчик можно открутить. Два болточка. А средний с салона ключиком. Вот. Петли не видно, чтобы куда-то сошли, куда-то вышли. Они как были прикручены, так и есть. Вот, как бы что-то подтиралось. Но это, наверное, из-за того, из предыдущего ремонта. Дверь также немного... Ну, хотя здесь вот зазор же непонятно. А здесь еще и удар у нас был. Шпаклевка. Этот зазор, в принципе, нормальный. Но можно немножко дверь вверх поднять. Тогда она вот по кантикам сойдет хорошо. Видно, вот как кантики криво. То есть, эту дверь поднять. Хотя, опять же, если пойти на целую сторону, посмотреть, там тоже дверь ниже крыла. Но это не показатель. Надо будет поднимем. Так, какую куда? Или верхнюю туда? Ну, можно сейчас... Не, мне кажется, надо... Мне кажется, надо нижнюю немножко и верхнюю немножко. Хотя бы, чтобы кантики совпали. Ну, давайте верхнюю крутану. Верхнюю как бы удобнее, да, крутить? Что-то протопил. Здесь же это... В петле дырочки как раз подымем восьмые болты. А там у нас пластина регулируется, которая... Как у жигуля сделана. У классики. Открутил, вот она подошла, она сдвинулась назад на миллиметров 7. Там большой диапазон регулировки. Теперь у нас дверь ниже. Там вообще нету. Там огромный. Вот, надо взять ее и зажать, походу. Как-то вот выбрать сейчас положение и зажать. Чтобы сделать вот так вот. Вот здесь вот кантик совпал. И вот здесь хороший зазор. Значит, низ крутить нам не надо. Поэтому сейчас можно маркером пометить. Тут где-то подвинуть и закрутить. Болт кривой один. Здесь вот стучали, стучали. То ли у них зеркало не подходило. Вот взяли все, обстучали. Молотком острым. Не знаю, что делали здесь. Здесь вот стучали, стучали. Вот все помято. Гайку оборвали. Может еще крыло, кстати, неродное. Я тоже не уверен. Не знаю. Ну, здесь все классно. Легкая коррозия. Славик Белорус, пробовать тебе. Здесь у них или гайку оборвало. Да, они ее прихватили. Таких знаках. Неважно. Отрегулировал. Сейчас, в принципе. Вот она немножко выше. Ну, как бы ладно. Руку я сейчас задавлю вниз. Вот. Кантик совпал. Кантик. Ну, тут его нет. Ну, как нет. Он не такой острый, как здесь. Поэтому пока по этому ориентируемся. Вот совпало. Зазор. Хороший. Хороший. Ну, как бы, как сказать, хороший. Ну, сейчас вот здесь, как и вот здесь. Это нам не главное. Нам главное сейчас просто было посмотреть вот этот зазор. Клином не идет. Нет, не идет. Нормальненько. То есть, у нас здесь, если будет рез где-то, то выше реза у нас зазор идет полностью параллелен. Параллельный класс. Можно резать. Есть еще одна проблема. Когда... Во-первых. Вот, да, прикрыто. Ух ты, а что мы тут видим? Мы видим, что мы стойку перетянули вот эту. Это надо туда. Это перетянули мы. Это неправильно. Потому что он заподлицо. А здесь вот подторчивает немножко. О, а что здесь? А, все классно. Все классно. Вот, если сделать заподлицо, заподлицо, то здесь вот торчок большой получается. Это говорит о том, что мы стойку перетянули. Проблема. Немножко не достает. Вот здесь зазорчик 2 мм. Видно. Так нету. Но это неправильно. Все равно есть. Здесь зазор маленький, миллиметра 4-5. И при открытии двери... Оп. Уперлись. Нам надо дверь поднять. Сейчас откручу, откручу. Надо всю дверь приподнять на миллиметра 3. Ну и опять выставить ее, чтобы она ровенько закрывалась, открывалась. На целой стороне здесь, конечно, такой поболее. И поэтому при открывании ничего не трет. Просто при открывании... Видите, какой маленький? 2 мм. А так, миллиметров 8. То есть там поднять надо. Поднял дверь. Я тут маркером делал метку, чтобы... Ну, чтобы не закрывать сто раз, а сразу выставить туда-сюда и смотреть, на сколько поднял. На миллиметра 4 поднял. Делал то, что там уже упоры идут. Она уже выше не поднимается. Да и, по сути, ей не надо. Зазор большой. Ну, конечно, не такой, как с той стороны. С той стороны еще больше. Но максимально поднято уже. И вот. Там ограничитель не стоит. Поэтому больше нормы она открывается сейчас. Но, тем не менее, уже вот зазор... Сейчас ограничитель вот так ее откроет. Вот миллиметра 2. Так же, как и с другой стороны. Здесь миллиметров 8. Здесь уже на уменьшение идет. Как и с другой стороны. Зазор полностью ровный. Резиночка. С черной штучкой все прикасается. Все классненько. Зазор ровный. Ну, нам тут зазор-то и не важен. В принципе, мы можем вот... Как оно идет здесь. Стык. Раз, два. Мы можем вот так сделать. И туда пойти. У нас же... А, я еще не смотрел, кстати, на стойку. Там она хоть целая. Можем вот так пойти. Я даже предлагаю так и пойти. Отсверлимся. И вот раз. Рез. И туда пошел. И пошел до этого момента. Потому как... Видно, да, что не параллельно. Вот краска облезла. И волна чуть-чуть пошла. То есть, эта часть туда зашла. Или брать споттер, приваривать петельки, вытягивать и так резать. Не хочется. Не хочется. Замочек поставил, отрегулировал. Как вы на марке. Ну, без резинки. Потому что резинка сейчас сюда. Очень плохо станет. Да и... Все, оно станет. Я верю. Вот видите, дверьку вогнали. Это радует. Зазор по порогу. Хороший. Ровный. Все классненько. Вот здесь чуть-чуть дверь выше, чем вот эта. Чем этот из... Говорю, дверька выше, чем стоечка. Это ничего страшного. Мы все равно так меняем. Мы как хочешь можем ее подвинуть. Здесь, скорее всего, угол неправильно вышпакливан. Потому как если... А, ну или из-за того, что подняли. В общем, неважно. Там резко хотим, сделаем. Эту заднюю дверь подцепить. Да, сегодня я уже не хочу цеплять. Уже и время. Он пол шестого. Машину пригнали примерно в 12. Вот, немножко позанимались. На двери есть, по-моему, ролик. Не помню. Или нет ролика. Ага, задний есть. Потому что... Но состояние лучше, чем у человека было. Поэтому этот... Этот и ставим. Дальше. Верхнего ролика нету. Открутили полностью. Нижний тоже открутили петлю. Только нам оставили кронштейн. Все классно. Тут оставляем, тут оставляем. Стойка. Стойка. Немножко в коррозии. Не страшно. Давайте хоть на нее посмотрим. Пытек. 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 Немножко в потеках. Да и пофиг. Главное, чтобы не было здесь вареного, шпаклеваного. Ну, я смотрю, шпаклеваного здесь нету. Толщиномер брать не будем. Коррозия. Коррозия. Вот, да, чуть-чуть есть. Надо будет зачистить, посмотреть. Ой, как страшно. Ой, как страшно. Я думаю, сквозняка не будет. Не, я могу и так поменять. Мне все равно. Но, наверное, круг волосатый взять, обчистить, обчистить. Посмотреть, докуда коррозия, там уж определимся. Это будет завтра. Завтра будет подгонка, средние стойки. Завтра цель дня. Ой, ничего не загадывать не будем. Но нам завтра надо ее поставить полностью. И выставить. И может даже приварить полностью. Потому как у меня в очереди там стоят две машины. И в пятницу придут запчасти на Субарика. И вот нам желательно до пятницы. Нет, они в субботу придут. То есть нам бы отдать эту в пятницу или в субботу. Сегодня среда. Четверг, пятница, два дня. До фиг я не успею. В субботу. Все, в субботу отдаем. В общем, я тут заметил еще одну маленькую проблемку. Маленькая проблемка. Дверь со стойкой вверху заподлицо. А здесь стойка немножко западает. То есть надо еще немножко подтянуть. Блин, потом просто неудобно будет. Поэтому лучше вот так. У нас, кстати, полностью сошелся трещина на герметике. Понятно, будем отцеливать, будем давить. Оно еще убежит. Идеал. Все, готово. Заподлицо, заподлицо. Я просто хотел стойку обрезать. Вот так взять час хотя бы еще. Потому как заднюю дверь, если поставлю, она будет заезжать. Она сюда будет биться. Поэтому надо вот так. Ну так просто кусочек обрез. То есть, помятое, деформированное удалить. И можно будет тогда заднюю дверь навешать. Просто хотя бы посмотреть, что к чему. Хотя не вижу смысла смотреть, что к чему. Можно хоть час бери, подгоняй. Ну ладно, если что, мы потом дверь назад откроем. Мешать не будет. Поставил сдвижную дверьку. Только надо ее будет поднять, по-моему, на пару миллиметров. Или не надо. В общем, на миллиметр-два поднять. Там ролик, который регулируется, есть. А здесь на ролике тоже поднять на пару миллиметров. Немного вверх всю поднять. Так, что имеем в принципе? Ну, в принципе, если бы с одной стороны было ровно, а с другой плохо, то я сейчас поднял. А так, если там чуди, там, то есть одновременно, то оно нам не надо пока. Вот что получается. Здесь зазор ровный. Здесь зазора как бы нету. Немножко стойко торчит, но она нами не надо, мы отменяем. Тем более, тут наварено-переварено, он шпаклевка отпадает от сварки. Здесь хороший. Как и там, одинаковый. Значит, можно брать и это. Все, завтра занимаемся от сверловки. Что здесь? Ну, здесь немножко хуже. Надо ролик... Дверь назад сместить немножко, она сильно уезжает вперед. Это на ролике надо отрегулировать. Это просто неудобно, не хочу сейчас заниматься, да уже и домой. Зазор? Блин, я даже не знаю, как сказать вам. Ну, я хочу их уравновесить, чтобы они одинаковые были. Ладно. От вершочка до этого моментика зазор хороший, шикарный, один в один. Ну, дальше непонятно немножко, но, в принципе, если вот так смотреть, вот, в принципе, хороший, нормальный. Примерно до серединки. Ну, дальше все плохо. И... Обратите внимание, как сломано крыло в этом месте. Аж надутость большая вот. Надутость. Получается, что... Так, класс. Так, класс. Ну, в принципе, чуть-чуть надо вот так вот. Так хорошо. А вот дальше все как бы на сантиметр торчит. Ну, не на сантиметр, меньше. Здесь торчит на сантиметр эта дверь. Это надо все подтянуть, взять на сантим. Можно, кстати, за салазку взять. Нет, это мы гидравлику поставим, середину толканем. И дальше по барошку нормально, нормально, нормально. Просто здесь угол сломанный, поэтому здесь и ненормально. Угол немножко вот бери заломанный. Это ерунда отобьем. Ну, в принципе, показывает, что вот. Вот, вот, вот. Вот, вот, вот. Вот что получается. Раз. И упор. Это неправильно. Да, что, хорошая идея, да? Взяться и потянуть. Стойка слабая. Усилия никакого не надо, чтобы ее потянуть. И что-то вот здесь, блин, как-то вот или крыло упирается, или в эту салазку. Как-то вот не нравится мне это место. Ну, мы так тянуть не будем. Там ролики квадратные. Мы так тянуть не будем. Мы возьмем не гнилые. Вроде не гнилые. Поставим туда доску. И посмотрим, где у нас могло сломать. А где у нас могло сломать? Блин, тут тоже какое-то хирургическое вмешательство было. Я думаю, что здесь сломало вон там. Подсалазка. А, ну правильно, подсалазка, наверное, заломала. Вот крыло надавило в салазку. Тут же V-образная прорезь. Вот оно, когда ушло, это и стянуло. В этот район поставим гидравлику, толканем от арочки. И будем контролировать. Конечно же, не рулеткой. Тут рулеткой мерить ничего. Тут все зашито полностью. И не по нивелиру. И будем, бух, по зазору все это смотреть. Ну да, сломанное крыло неплохо. Как мязник. Всем спасибо, всем пока. Завтра продолжим. Счастья, здоровья. Счастья, здоровье. Продолжение следует... Продолжение следует...